Оркестр народных инструментов «Русская фантазия», который работает при Кировской средней школе номер 52, стал победителем чешского фестиваля детского и юношеского творчества. С музыкантами встретился Иван Швецов. Средняя школа номер 52 с оркестровыми классами. Явление на музыкальном небосклоне города Кирова особое. В коллективе «Русская фантазия» играет около ста человек. Это музыканты и вокалисты, с которыми занимаются опытные педагоги. В этом году ребята привезли из Чехии с международного фестиваля «Магия волшебства» массу позитивных впечатлений и, самое главное, победу. Вот этот кубок, это гран-при, у нас уже пятый по счету. Россия, Болгария, вот сейчас в Чехии. Конечно, это труд, кровь, пот. Дети занимались многое, подготовка была серьезная. Ну, мы вообще нас нацелили только на первое место, на гран-при. Всегда у нас бывает второе место, если третье, для нас это поражение. Дети побывали в столице Чехии, городе Праги, на курорте в Карловых Варах. С отдельным визитом посетили Дрезден, а также выступили с концертом в театре Антонина Дворжика. Естественно, вид Чехии, вид Праги, этот весь готический стиль, высокие башни, замки, красивая аллея, от которой у нас была экскурсия, проспект. Люди очень вежливые, добрые, официанты хорошие, всегда приятного аппетита пожелают в тех местах, где нас кормили. Я пела три пьесы, частушки, это пьеса барыня, веселуха и гуси прилетели. Я ни капельки не волновалась, потому что я хотела только победить и все. В школьном оркестре действует особая педагогическая методика. Дети занимаются музыкой без отрыва от основного образовательного процесса. Это не музыкальная школа, мы себя никогда не сравним с музыкальной школой. Мы отдельно. У нас своя система, у нас свои традиции, хорошие традиции. Поэтому у нас такой результат. В музыкальной школе такого результата нет и не может быть. Вячеслав Буслов, который руководит оркестром последние 15 лет, очень гордится достижениями своих воспитанников. И надо сказать, что для этого чувства есть все основания. Каждый год русская фантазия занимает призовые места во всевозможных фестивалях. В следующем, юбилейном году, когда коллективу исполнится 25 лет, ребята поедут завоевывать первое место на музыкальный конкурс в Италию. Иван Швецов, Максим Козлов, Вести, Киров.